МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Встреча на Рифея». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболовских. А у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края, представитель Комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном собрании Пермского края Виктор Борисович Плюснин. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Виктор Борисович, мы с вами в этой студии встречались ровно год назад. Тогда у нас первые шаги в крае делала программа «Комфортная городская среда». Год прошел, мы можем подвести итоги. Давайте начнем наш разговор сегодня с этой темы. Этот проект в целом для России новый, ну и, понятно, для Пермского края. Причем он был запущен президентом еще в конце 2016 года и подхвачен партия «Единая Россия». Сегодня мы можем действительно, во-первых, подвести итоги до того, что произошло в течение года, и то, что сегодня мы в какой-то точке находимся, и что планируем по этому году. Вы знаете, конечно, было много скептиков, которые, может быть, не особо верили во все это, но вообще вот сегодня приоритетная, скажем, задача создания наших городов, создания условий именно в городах, комфортных условий проживания, сегодня одна, я считаю, из ключевых задач. Причем потому, что мы понимаем, что то, на что он нацелен, это то, что мы с вами видим каждый день, каждый из нас, каждый из наших земляков. Вышли из дома, да, вот там лавочка, проезд дворовой, дворовой там, площадка какая-то, дворовая там, освещение и так далее. То есть то, что нам создает, честно говоря, настроение. И поэтому президент ровно об этом и говорил. И вы знаете, вот в целом, вот смотрите, даже по прошлому году, да и нынче такая же ситуация, да, мы уже в начале года получили федеральное финансирование. Мы уже заложили в наших бюджетах необходимые средства на софинансирование этого проекта. Униципалитеты точно так же подтвердили свое участие в формате софинансирования по этому проекту. И вот у нас уже в этом году, точно так же, как и в прошлом году, более 800 миллионов рублей направление, значит, на этот проект. По прошлому году нам удалось в целом 520 дворовых территорий привести в порядок и где-то порядка 80 общественных пространств. То есть такие вот два направления. И вы знаете, действительно, сегодня, когда разговариваешь с людьми, там, где действительно дворы прибрали, привели в порядок, ну, конечно, у людей глаза горят. Устроение хорошее. Да, конечно, да, улыбки. Я считаю, что вот это вот та главная задача, которую мы решили. И сейчас, понимая, что люди понимают, что, в принципе, действительно, оказывается, все получилось у тех, кто первый зашел в эти проекты. Вот сейчас, конечно, активность существенно поднялась. Более того, вы знаете, мы даже в прошлом году, уже в завершении где-то в сентябре, там, в октябре месяце, когда подводили итоги, вот мы на многих площадках обсуждали с общественностью реализацию проекта. Вот для меня, как члена партии «Единая Россия», для меня было очень важно, а вообще, вот действительно, эти люди и понимают, что это проект партийный. И вы знаете, люди действительно понимают, что это проект, который активно поддерживает партия. Более того, я вам скажу, что у нас в каждом, в каждой территории, вот в наших местных отделениях, да, были свои кураторы, да, которые вели этот проект. И была постоянно связь с людьми, где мы им разъясняли, через исполком «Единая Россия», да, разъясняли, как реализуется проект. В городе у нас, в Перми, тоже был колл-центр, где людей постоянно консультировали, что им нужно сделать для того, чтобы начать реализацию проекта. И работа эта продолжается, в том числе, на сегодняшний день. Ну вот, смотрите, все равно какие-то изменения ведь есть. Есть, есть изменения, да, причем я вам скажу, что, наверное, существенные, потому что по прошлому году у нас участниками этого проекта были населенные пункты с численностью более 10 тысяч человек. И еще одна особенность по проекту, можно было в том числе и делать детские площадки. В этом году произошли небольшие изменения. Все-таки упор основной – это освещение, лавочки, проезды. Детские площадки могут быть в этом проекте, но они финансируются отдельно, муниципалитетом, местным населением, без участия федеральных денег. А все остальное остается прежним. Причем упор вот именно вот такого порядка. И смотрите, а в этом году расширился круг получателей этих средств, возможно, круг участников, потому что численность населения, может быть, более тысячи, они уже являются участниками. Здесь, на самом деле, в том числе и получили некоторую, если можно сказать, такую проблему, потому что запланировали, допустим, участие того или иного двора в этой программе, да, а потом получилось так, что количество участников увеличилось. Скажем, в целом на муниципалитет средства-то те же пошли, да, но из-за количества участников сегодня некоторые дворовые территории, они не вошли в проект именно этого года. Хотя в целом по этому году у нас вся заявочная кампания сегодня прошла. Но надо сказать, что проекты ведь в длинную, то есть если не попал в этот год, то попадешь в следующий, есть возможность. Это точно, да, попадаешь в следующий год, но все равно, вы знаете, мы должны, о чем сегодня, я считаю, обсуждать, в том числе с нашими коллегами на федеральном уровне, дело все в том, что у нас всего с вами где-то порядка 11 тысяч дворовых территорий по краю, да, то, что мы сегодня отфиксировали в проекте, это 5,5-6 тысяч дворов. То есть мы понимаем, что если говорить сегодня о той пятилетней программе, которая сегодня принята президентом, да, то у нас как бы только половина дворов приводится в порядок. Но я вам скажу, что сегодня очень активно работают наши коллеги, именно вот с фракции ЕНРС в Государственной Думе, ведя переговоры с правительством, что все-таки изыскали возможность увеличения финансирования, потому что прошлый год показал, насколько вот мы подняли людей для участия в этом проекте, потому что люди где-то и даже софинансирование сами проводят, они где-то своим трудовым участием участвуют именно в благоустройстве своих дворов, да. И, конечно, сегодня надо людей поддерживать. Вы являетесь представителем общественного совета, вот партийного проекта «Комфортная городская среда», и буквально на прошлой неделе у вас состоялось заседание, значит, этого общественного совета, куда были приглашены главы муниципальных образований, которые, в свою очередь, представляли проекты вот таких вот мест. Кто-то там благоустроится набережная, кто-то парка, значит, ну, то есть интерес есть, да, снизу, как говорится, да. Теперь нужна поддержка и партийная, и исполнительная власть, и вас, как депутатов. Какая дальнейшая судьба вот у этих шести проектов, которые там были представлены? Вы знаете, Светлана, дело в том, что вот если говорить в целом об общественных пространствах, то, о чем говорили главы, да, этих общественных пространств достаточно много. Просто у нас сегодня на уровне уже партийного проекта проводится конкурс, да, как бы лучших проектов, лучших именно проектов об устройстве общественных пространств. И то, о чем вы говорите, как раз мы, комиссия у нас в рамках общественного совета, отобрали вот этих шесть проектов, да, которые мы осмотрели уже на заседание общественного совета, и мы эти проекты послали именно для участия в конкурсе, для того, чтобы они получили дополнительные гранты. Причем, знаете, вот особое внимание уделялось таким проектам, которые не могут быть реализованы в течение одного года, которые мы начали еще в прошлом году, сегодня нужно продолжение, да, мы особое внимание именно им уделяем. И вот главы, которые выступали и защищали свои проекты, как раз были проекты такого порядка. Вот, и мы на самом деле вот согласились с коллегами их поддержать, и мы направили эти документы нашим коллегам. Ну и надеюсь, что наши участники получат дополнительные гранты на реализацию своих проектов по, значит, улучшению общественных пространств. Ну, то есть это как раз говорит о том, что развивается проект, да, то есть начали просто с дворов, а теперь уже есть и конкурс лучших, да, и возможность получить дополнительное финансирование. Это прекрасно, это говорит о том, что неравнодушны обе стороны, и жители, да, и исполнительная власть, и законодательная. Еще один момент хотела бы с вами обсудить. Дороги, вот тоже хорошая положительная динамика. Вы знаете, Светлана, я вот считаю, что нужно отдать должное губернатору, Максим Геннадьевичу Решетникову, и правительству в целом, да, то, что действительно дороги, да, на сегодня являются нашим, наверное, основным приоритетом. И это началось действительно с прошлого года, и мы увидели, оказывается, как можно, в принципе, да, направить ресурс достаточно серьезный, более 4 миллиардов рублей. Позиция губернатора – особое внимание уделять качеству. Вот не просто там замазали, да, а действительно положить, значит, снять старый асфальт, да, положить два, значит, новых полноценных слоя, да, действительно с хорошими лабораторными испытаниями, чтобы мы, вложив сегодня бюджетный рубль, да, мы там лет там 7-10 уже не заглядывали. Учитывая, что в территориях, на самом деле же, нагрузки на дороги небольшие, да, трафик ведь не очень нагруженный, да, поэтому я думаю, что дороги там будут стоять и стоять. В этом году еще больший и больший объем, район 5 миллиардов рублей, опять же, направляем муниципалитеты. Более того, вот смотрите, что является важным. Для муниципалитетов очень важно своевременно провести все необходимые конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Так вот, для этого они должны как можно раньше получить лимиты, которые у них, им отпускаются для того, чтобы они могли реализовать тот или иной проект. Так вот, в этом году, если в прошлом году лимиты были в апреле месяце доведены, да, то в этом году уже в начале года территории понимали и знали, сколько средств им выделяется из бюджета Дорожного фонда. Я вам скажу, что вот сейчас работы уже идут в полный рост. Я надеюсь, что этот год нам еще больше результат даст. Вот по прошлому году мы привели в порядок 800 километров дорог муниципальных. Это же на самом деле цифры, которые раньше никогда не было. Так что я думаю, что в этом плане у нас, ну, тоже будут хорошие результаты и хорошие итоги по завершению строительного сезона. Ваш округ как активно участвует в обоих проектах, если можно их называть проектами, то есть я имею в виду и комфортную городскую среду, да, и дороги. Я считаю, что вот у меня округ это Добрянский район, Ильинский район, часть Пермского района, ну, достаточно активные, очень активные, я считаю, территории, очень активные главы, значит, депутаты там земских собраний. И действительно, работы везде идут. Везде работы уже идут, подрядчики отобраны, и ведется только такой серьезный, хороший контроль. Причем, вы знаете, очень важный, я считаю, по прошлому году запустили ведь новый проект, называется «Безопасные качественные дороги», да, и он был направлен на агломерации. Так вот, у нас сегодня есть агломерация Пермь. Мы получаем на агломерацию федеральных средств миллиард рублей. Причем у нас Добрянка вошла, Добрянский район в агломерацию, Пермский район, понятно, да. Значит, сам город Пермь, и еще ушел Краснокамск. Вот сеть территории сегодня и рассчитываю, в том числе, получает еще средства федерального бюджета для реализации именно проекта «Безопасные качественные дороги». Я считаю, это вот тоже беспрецедентная вещь, да. Более того, этот проект не на один год, этот проект тоже на пятилетку. И мы сегодня уже можем планировать, что мы будем делать в течение, по сути говоря, пяти лет. И еще вот я вам скажу, что то, что очень важно, опять же, благодаря позиции, губернатора, мы очень долго с коллегами-депутатами законодательского собрания, общавшись с министерством транспорта, вели речь о том, что сегодня есть очень много дорог в Пермском крае, которые находятся на балансе муниципального района, но при этом, по сути, выполняют функции транзитной региональной дороги. И понятно, да, на нее нагрузка совсем другая, да, требования совсем другие. И понятно, что за счет средств муниципалитета было крайне сложно содержать такие участки дорог. И вот сейчас уже процессы идут. 411 километров дорог мы передаем с уровня муниципалитетов, да, на уровень региона. Вот, в частности, допустим, по Пермскому району дорогу на Хохловку, да, давно вопрос пытались решить. Все, сейчас дорога эта передается. Дальше в Пермском районе есть, вот, Нистюковский, так называемый, тракт, да, такая же история, так. Дальше в Пермском районе есть дорога от Югокамска до переправы Югокамска. Она тоже была муниципальная, понимаете. А по сути, это транзитный, значит, транзитный маршрут. Вот, ну, если говорить сегодня о Беринском районе, там мы в 70 километров дорог передаем от Югокамска до Чермоза. Тоже, конечно, дорога достаточно нагруженная. И, конечно, районы было это крайне сложно содержать. Поэтому я считаю, что в этом отношении мы с правительством вот идем просто в такой связке. Есть полное понимание того, что мы сегодня хотим сделать, чтобы действительно улучшить ситуацию в целом отрасли. Более того, если вот вращаться, опять же, если говорить о Ильинском районе, вот, мы дорогу, нынче завершим, наконец-то, дорога до поселка Октябрьский. Вы можете представить себе, что в нашем, там, веке, да, до туда не было вообще дорожного сообщения. Там люди, да, только через реку переправлялись, через обувь. А что такое осень там или весна, да, это была реально большая проблема. В прошлом году мы этот проект запустили, тоже его поддержал Максим Геннадьевич Решетников. И в этом году мы получили тоже лимиты по финансированию, и уже от Дегран-конкурс, и подрядчик там работает. И мы к концу сезона строительного получим эту дорогу. Ну, что ж, вот на таких хороших новостях, да, Виктор Борисович, мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за то, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Спасибо, Светлана. Вы смотрели «Встречи на Рефее». Смотрите нас каждый вторник и четверг. Будет любопытно. Субтитры подогнал «Симон»!